И вот настало время получать тему своей дипломной. Ну здравствуй, вот тебе название твоей дипломной, к концу семестра проверю. А, и да, меньше воды, знаю вас, студентов, любите вы от работы увиливать. И вот наступил конец семестра, а у меня ничего не сделано. Ой, слушай, может ты чем поможешь, ты же все-таки получила диплом, может чего посоветуешь. Главное воды подбольше, а дальше и так сойдет. Ну попробую. И вот, спустя несколько дней, мой план был наконец осуществлен. Надеюсь, ему понравится. Ну как вам мой диплом? Какого ху... Ну да, прошу прощения. Проблемы насущные, перевожу в видеоролик. Ну так вот. Удивительная, однако, штука погода. Вроде солнце, или дождь, или вовсе снег, а столько чувств вызывает. Грусть, печаль, усталость, радость, спокойствие. К чему это я? Наконец-то удалось посмотреть еще одну работу Макота Синкая на большом экране. И с отличным дубляжом. Ожидание было невероятно трудным, но оно оправдалось. С вами снова Миха, и вы находитесь на канале Доминган. Что ж, начнем по порядку. Сюжет завязывается так. Однажды, вот типичный пример малолетнего дебила. Наш главный герой решил сбежать из дому. Не оба куда, а сразу в Токио. Дождливый такой, правда, Токио. Найти свое место жизни, скажем так. Но оказалось это весьма непростой задачей в поиске работы и зарабатывании денег. Чуть позже находит работу репортером в журнале по оккультизму. И вот однажды он познакомился с необычной девушкой, Хина Амана. Она может останавливать дождь и очистить небо от облаков. Всего лишь помолившись. После просмотра мне вспомнилось мнение японских зрителей. Нашел специальный пост, где они сравнивали сюжет фильма с сюжетами Эраге из нулевых. Некоторые статы я процитирую. Смотрел второй раз Ваймакс. Короче, став популярным режиссером Сенка и не стал строить из себя великого гения. На замечания вроде «Девушки. Набор стереотипов. Людей в них не видно. Как будто в фантазии школьника». Он отвечал «Отлично». На жалобы, что это примитивная история в нереалистичном мире, он отвечал «Все по плану». И так родился этот фильм. Он прекрасен. Люблю его. Клянусь, я видел окно диалога и всплывающие варианты ответов. Я видел иконку быстрого сохранения. Или же вот, кажется, это фильм про Эраге, который я читал 10 лет назад. Я глубоко утронут. Ссылку оставлю в комментариях. И также, конечно, вы можете в титре забить данные иероглифы, чтобы убедиться, насколько много похожих отзывов. Итак, что они, большей частью, подразумевают? По сути дела, главный герой пытается помочь главной героине во благо. Как бы плохо не получилось, как бы ни через одно место не выходило, он пытается всячески помочь, даже проходя через препятствия и непонимание взрослых. Что, кстати говоря, есть и в музыкальной композиции. Ну, я когда переводил, заметил. Заканчивается открытым финалом. И приятная отсылка является добавлением героев из аниме Твое имя. Таки и Митсухи. Что касается музыки, у нас здесь имеется 5 композиций. На 2 из них я уже сделал перевод. Вы можете их посмотреть на канале. Ссылки я прикреплю выше. И в описании тоже. Кстати, хочу заметить, что данные композиции весьма гармонично вписываются в происходящее на экране. И это в какой-то степени можно отнести как отдельный клип, если их вырезать из фильма. Что довольно-таки круто, как по мне. То есть, что и в Твоем имени было классно сделано, а что и здесь. А также, что касается графики. Здесь прямо как настоящее. Детальное, красивое. Применение новых ракурсов. Эффекты объема, движений. В общем, прям радует глаз. Не знаю, из недостатков, мне как-то показалось, она немного слабее Твоего имени. Не знаю, вот по ощущениям, что Твоё имя мне как-то больше запало в душу. Будет довольно интересно посмотреть, если следующий фильм Макото Синкая будет являться продолжением или как-то связан с нынешними последствиями, которые произошли в Токио. Хотелось бы обсудить с вами, как считаете. Ну, ладно. На этом ролик подходит к концу. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки, кому понравилось, понравилось. Подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик. Я так понял, это сейчас не то, что модно, это, я так понял, YouTube так работает. А для продвижения, я так понимаю, канала мне, наверное, это понадобится. Так что буду крайне признателен. Ну и в целом, хороших выходных. И всем пока-пока.